Друзья, война за наличные началась. Пока инвесторы наблюдают за тем, как биткоин перебил исторический максимум, власти всего мира готовят настоящий цифровой концлагерь. Блокчейн становится оружием для контроля каждой копейки, а наличные планомерно запрещают по всему миру. Чего ждать в ближайшее время, и захотят ли власти запретить биткоин? А главное, при чем здесь ИИ и Свифт? Подписывайтесь на канал и давайте разбираться! Куротко напомню, что CBDC – это цифровая валюта Центрального банка, полностью подконтрольная высшим инстанциям. CBDC бывает розничный, который полностью отслеживается. Он предназначен для народа. Также есть оптовый CBDC или же корпоративный, который находится в закрытом доступе у корпораций и не отслеживается. То есть, пока обычные люди будут выполнять указания власти под угрозой блокировки кровных, сильные мира сего будут вести свою игру без правил. А пока многие не понимают, к чему все идет, давайте посмотрим, что там затевает команда платежной системы Свифт. В ближайшие 12-24 месяца разработчики планируют создать платформу, которая поможет CBDC подключиться к Свифт. По подсчетам, около 90% центральных банков уже давно изучают возможность использования цифровых валют. Руководитель отдела инноваций Свифт Ник Керриган заявил, что последнее шестимесячное испытание, в котором участвовали 38 центральных и коммерческих банков, стало одним из крупнейших глобальных сотрудничеств в области CBDC и RWA. Основное внимание в нем уделялось тому, чтобы CBDC разных стран могли использоваться совместно, даже если они построены на разных блокчейнах или протоколах. Разработчики заявляют, что это решение позволило бы снизить риски фрагментации платежных систем. И, как мне кажется, в конечном результате это приведет нас к еще большей централизации, нежели мы имеем сейчас. По словам Керригана, результаты были успешными, и Свифт получила временные рамки для выполнения работы. Также он заявил, мы рассматриваем дорожную карту для запуска продукта в течение следующих 12-24 месяцев. Это выходит из экспериментальной стадии и становится реальностью. В последнем испытании участвовали центральные банки Германии, Франции, Австралии, Сингапура, Чехии, Таиланда и других стран. Также приняли участие крупные коммерческие банки, включая HSBC, Citibank, Deutsche Bank, Societe Generale, Standard Chartered и два банка из Китая. А теперь оценим картину полностью. Багамы, Нигерия, Ямайка уже запустили CBDC. Китай успешно тестирует цифровой юань. Европейский центральный банк тоже проводит испытания цифрового евро. А банк международных расчетов осуществляет многочисленные трансграничные испытания Sam Bridge, о котором ранее рассказывал на канале. Но в чем же преимущество Свифт и для чего он так нужен? Платежная система уже используется более чем в 200 странах и объединяет свыше 11,5 тысяч банков и фундов, которые применяют Свифт для отправки триллионов долларов ежедневно. А зачем создавать что-то новое, придумывая колесо, если можно просто улучшить существующую технологию? Свою популярность Свифт обрел в 2022 году, после того, как компания отключила большинство российских банков от своей сети из-за того, что Россия решила вторгнуться на территорию Украины. Керриган сказал, что подобный шаг, то есть бан в сети, все еще может произойти в новой системе CBDC, но сомневается, что это остановит страны от присоединения к ней. Но все же полагаю, что при помощи такого оружия можно делать изгоями не только людей, как практикуются в Китае, но и целые страны. А пока мировые элиты стараются загнать нас в капкан, напомню о проекте Choice.com. Токен вырос на 280% на слухах о слиянии с B2B бизнесом World, а после их подтверждения рост ускорился до 600% за 30 дней, ведь это открывает дорогу к реализации высокодоходного стейкинга и возможному друппу на 48 миллионов долларов. Команда Choice.com прямо сейчас проводит большую маркетинговую кампанию, и следующим шагом будет объявление о планах стать веб-3 маркетплейсом для CX и DEX бирж. Также они займутся текущими крипто-нарративами, а именно разработкой в сфере искусственного интеллекта и токенизации активов. На сайте проекта есть Roadmap с будущими анонсами. Сейчас вышел только один из шести. Следующую новость ждем через 7 дней, и это будет что-то очень ценное для холдеров токена CHO. Напомню, что прошлый слух о слиянии с компанией World подтвердился, и впереди нас ждет еще 5 анонсов, среди которых заявлено масштабное обновление токеномики. И это могут быть сигналы к дальнейшему росту. Choice.com – это проект, за которым сейчас определенно стоит следить. Если хотите узнать подробности, переходите на их сайт по ссылке под роликом. Заполняйте форму для Early Bird и ждите следующий анонс. Вернемся к центральным банкам. Помимо CBDC, Керриган обратил внимание на прогноз Boston Consulting Group, согласно которому к 30-му году активы на сумму 16 триллионов долларов могут быть токенизированы. Кстати, уже сейчас банк международных расчетов. Центральные банки и ФРБ Нью-Йорка планируют использовать токенизацию с целью повышения скорости и целостности трансграничных платежей. Если отталкиваться от слов Ника Керригана, то мы понимаем, что после такой токенизации центральные банки смогут блокировать не только деньги, но и активы отдельных людей или стран. Все зависит только от того, кто будет находиться у руля и по чьим правилам пойдет игра. Все это похоже на мышеловку, в которой лежит вкусный сыр, но как только ты его берешь, ловушка захлопывается, и тебе уже никуда не деться. Кто-то скажет, что не все так страшно, поскольку они не будут успевать следить за таким количеством людей. И тут соглашусь, всем и так известно, что такое искусственный интеллект и насколько быстрее он выполняет задания, чем человек. Различные аналитики и CEO крупных компаний прогнозируют, что к 2050 году человека полностью заменят роботы и нейросети. Но что случится, если интегрировать сверхмощный искусственный интеллект в технологию CBDC? Помимо того, что он сможет выполнять много рутинной работы с отчетностью, анализом и прочими задачами, ИИ полностью будет контролировать централизованные блокчейны, которых станет намного больше из-за регуляторной политики по всему миру. В конечном результате ИИ станет выполнять функцию сверхбыстрого полицейского, который решает, кого блокировать, а кого нет. И в этот момент настоящие криптаны скажут, что мы будем пользоваться блокчейнами и стейблкоинами, чтобы убежать от CBDC. Но сможем ли мы спастись на самом деле, или для нас приготовили что-то интересное? Переходим к следующей части, чтобы разобраться в этом вопросе. А пока играет заставка, попрошу поддержать меня лайком и подпиской. 30 июня 2024 года в Евросоюзе заработает первый закон о крипторегулировании под названием MICA, или же просто MICA. Множество экспертов утверждают, что это будет самый жесткий документ по регуляции за всю историю существования криптовалютного рынка. MICA применяется криптоактивам, которые определяются как цифровое имущество. В свою очередь, такие активы не являются валютой, электронными деньгами и прочим. Но они могут быть обменены на товары или услуги, а также криптоактивы можно использовать для оплаты. Проще говоря, это не деньги, но ценность имеется. Согласно MICA, криптоактивы получают классификацию. Они будут разделены на утилитарные токены, которые предоставляют доступ к товару или услуге. Будет категория платежных токенов, число которых входят биткоин и эфириум. Третья категория – инвестиционные токены, которые являются ценными бумагами. Также, согласно MICA, все биржи, криптокошельки и эмитенты криптоактива будут обязаны проверять своих клиентов, требуя от них KYC и AML, чтобы предоставить информацию регулятору. С каждым днем приходит понимание, что наличные деньги были самым анонимным способом оплаты. Но и с этим скоро придется попрощаться, поскольку CBDC атакует со всех сторон. На протяжении нескольких лет мы могли заметить, как правительства разных стран стараются ограничить людей от наличных. Сначала это был COVID-19, когда нам пытались рассказать, что деньги грязные и от них можно заболеть. Теперь эти ограничения связаны с отмыванием и терроризмом. В том же Евросоюзе ввели правило, что все платежи в наличных средствах свыше 10 тысяч евро являются противозаконными. Цель документа состоит в том, чтобы сделать единое правило для 27 стран еврозоны. В свою очередь, такие действия помогут правительству обнаружить и ограничить сомнительные транзакции. Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петтегем заявил, «Это соглашение обеспечит, что мошенники, организованная преступность и террористы больше не смогут узаконить свою прибыль через финансовую систему». По словам правительства, это законодательство также ужесточает правила против отмывания денег и финансирования терроризма. Помимо всего прочего, правила будут применяться к предметам роскоши, таким как дорогие часы, автомобили, самолеты и яхты. И вишенка на торте – это то, что закон будет распространен на сектор криптоактивов, чтобы обеспечить прослеживаемость и там. В 2029 году документ вступит в силу, и я бы назвал это так, что правительство Евросоюза просто дало время на легализацию активов перед грядущим CBDC. Но вы спросите, почему этот закон так важен для меня, если я не живу в ЕС? Как правило, страны не берутся придумывать свою базу с нуля и берут то, что уже работает. Поэтому не будет удивительно, если 90% развитых государств возьмут МИКу за основу и создадут что-то похожее. Но куда же тогда бежать, чтобы ощутить финансовую свободу? Заметил, что мнение касаемо биткоина разделилось на два лагеря. Кто-то думает, что это пузырь, который лопнет после халвинга, А кто-то придерживается мысли, что ETF это только начало, и первая криптовалюта будет стоить около 500 тысяч долларов, и никто ее не сможет заблокировать. Мое мнение таково, что спотовый ETF оказал биткоину большую услугу, дав ему негласный статус товара. И вряд ли власти будут запрещать то, что создает легальный рынок сбыта для крупного капитала. Поэтому есть вероятность, что в случае регулирования большинство альткоинов будут страдать, а первая криптовалюта останется в стороне. Но власти отдельных стран могут начать запрещать майнинг биткоина после халвинга, из-за того, что блокчейн будет потреблять еще больше электроэнергии. Здесь уже нужно рассуждать по факту, поэтому предлагаю делать прогноз исходя из ситуации. А для того, чтобы всегда быть в курсе событий и получать только качественную аналитику, нужно подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в закрепленном комментарии. Спасибо за просмотр! Ваш Коэнпост!